Приветствую вас, я прочитал ваш текст, я не читал ответы своих коллег и не слушал их, вот, ну, потому что их много и, соответственно, на это очень много времени может уйти. Мне не очень нравится идея о том, что вы от твоей девушки ждете той же любви, того же отношения, что и от мамы. Мне не очень нравится эта идея, хотя она может быть и имеет какой-то смысл под собой, но, естественно, по одному только тексту нет возможности это как-то идентифицировать. Да? Ну, просто потому что, вот, есть у вас все-таки разделение между мамой и вашей девушкой. Но, что мне из вашего текста действительно приглянулось в глаза, это то, что мама вас очень сильно любит и всегда о вас заботилась и продолжает проявлять заботу. И у нее безграничная любовь, она ничего не просит взамен. Вот вы знаете, такая близость с мамой, то есть такой, знаете, заботливый родитель, может иметь под собой некоторые негативные моменты. Ну, например, ваша неуверенность в себе из этого может вытекать из-за того, что у вас с мамой очень теплые отношения и вы привыкли, что она заботится о вас очень сильно. И вы, наверное, считаете, что о вас нужно заботиться очень сильно. И когда человек, другой человек не заботится о вас, ну, я полагаю, что здесь, конечно, могут возникать трудности. Итак, давайте подробно разберем, значит, ваш текст, что вы написали. Как мне научиться воспринимать женские манипуляции и слова спокойно? Как мне научиться воспринимать женские манипуляции? Ну, вот здесь, пожалуй, надо сразу сказать, что По какой причине вы считаете, что речь идет именно о манипуляциях? Если это манипуляции, ну, действительно манипуляции, то у них, у манипуляций, должны быть, в общем-то говоря, цель. У любой манипуляции должна быть цель. То есть, манипуляция – это нечто, направленное не на вас, а на другого человека. И, пожалуй, это ключевой момент. То есть, если вы чувствуете, что вами манипулируют, значит, дело здесь не в вас, дело здесь в человеке, который пытается вами манипулировать. С одной стороны, это говорит о том, что человек не очень-то ориентирован на вас. С одной стороны, это говорит о том, что человек ориентирован скорее, ну, скорее на себя, а не на вас. Вот. И, с другой стороны, это говорит о том, что чувство у человека к вам, ну, под большим вопросом, если это действительно манипуляция. Другой момент, что манипуляции нужно выявлять. То есть, первое, что нужно сделать – это отграничить себя и свою ответственность и другого человека и его, собственно говоря, ответственность. Чтобы на вас не влияло, вот никак не влияло то, что, собственно говоря, говорит, делает другой человек. Тот, кто манипулирует. Назовём, назовём это так. Пока. С другой стороны, с другой стороны, если вас манипуляция задевает, именно задевает, то есть вы чувствуете, что вам от этого неприятно. В этом случае можно говорить о том, что вы близко к сердцу воспринимаете поведение человека. То есть, начинается ваша реакция на то, что происходит. Начинается, грубо говоря, ваша тревожность. Какая-то защитная, может быть, функция, функция. Ну, значит, имеет место быть. Имеет место быть. Зажитная функция. То есть, в этом, в том, что происходит, вы, грубо говоря, видите для себя опасность. И вот, тонкость в том, чтобы и манипуляции, и слова воспринимать как таковые, а не в контексте опасности. Если для вас эти слова означают опасность, именно для вас, то это ваша ответственность. Ответственность. Это не ответственность, например, девушки. Это именно и только ваша ответственность. Поэтому, здесь нужно эти вещи, ну, как минимум, эти вещи нужно друг от друга отделить. Иными словами, вы воспринимаете и манипуляции, и фразы, которые вам говорят негативно и нервно. Потому что они для вас несут какой-то именно ваш собственный смысл. Смысл, как правило, связан с потребностями, со страхом, с установками и так далее. Вы пишите, вот пример. Я сейчас находюсь в командировке, у меня очень много работ. И когда я включу свою девочку по телефону, мне бы хотелось, чтобы она оказывала поддержку в словах, хотя бы. Ну, вот здесь, да. Казалось бы, достаточно простые слова у вас. Я имею в виду, что ничего такого нет у вас тут. Ну, давайте разберем. Вы говорите. Я сейчас в командировке. И у меня много работы. Давайте подумаем. Если вы сейчас в командировке, то почему вы в ней? Если у вас сейчас много работы, то как вы относитесь к этой самой работе? Нравится она вам или наоборот не нравится? Почему девушка должна поддерживать вас в работе? Если вы работу выбрали сами, себе, то для чего вам поддержка? Почему вы в ней нуждаетесь в поддержке? Знаете, какая история? То есть здесь на передний план выходит именно то, как вы воспринимаете работу. Свою работу. Если она вам в тягость работа, и вы нервничаете, переживаете, вам, ну, не нравится работа, да, вам тяжело работать, или вы через силу это делаете. То есть вот уже пример того, что нужно делать для того, чтобы ситуация изменилась. То есть, чтобы ситуация изменилась, нужно выяснить, какой аспект, какой критерий выбора работы, например, вами. Как вы выбираете работу, что вы делаете, ну и так далее. Важный ли это момент? Да. Да. Это очень, очень важный момент. Только от него, от этого момента зависит ваше состояние, которое вы, собственно говоря, испытываете. Понимаете? Какой, как, какой момент. Поэтому я вам и говорю, что нужно различать вот эти вот вещи, отличать их одну от другой, грубо говоря. Далее, вы говорите, я хочу поддержки, хотелось бы услышать от девушки поддержку. Окей. То, что вы хотели бы услышать от своей девушки поддержку, это понятно. Но, может ли она, девушка, вам эту поддержку оказать, например? Например, может ли она дать вам то, в чем вы нуждаете? Может ли она ответить вам так, как вы хотите? Есть ли у нее, грубо говоря, для этого ресурса? Может быть она не поддерживала вас вообще никогда? И логично в таком случае, в таком случае логично, что она вас не сможет поддержать. Ну, просто потому, что у нее нет для этого ресурсов необходимых. Но вы, тем не менее, этого ждете. Требуете. И этого не получаете. И не получая этого, вы, как вы пишете, высказываете недовольство. И вот я полагаю, что высказывание своего недовольства, это тот самый ключевой момент, который, ну, грубо говоря, объединяет все. Такая вот немножко патусная получилась фраза. Но, тем не менее. Я поясню, что это значит. У меня сложилось, сложилось такое впечатление, что вы редко, редко высказываете свое недовольство чем-либо. То есть вы достаточно долго терпите, вы достаточно долго как-то вот стараетесь не замечать каких-то вещей, ну, которые происходят с вами. И вас определенно это тяготит. То, что вы не можете высказать то, что вам не нравится. Возможно, именно в этом у вас и проявляется неуверенность в себе, что вы не высказываете то, что вам не нравится. Боитесь, может быть, может не считаете, что имеете на это право. Но в любом случае, вы получаете право таким образом, когда вы их требуете от человека, от того, что он вам дать не может. Вы получаете право, значит, высказывать свое недовольство. Возникает вопрос. А что мешает вам высказывать свое недовольство, так сказать, в реальном времени? Не терпеть. И если девочка не может вас поддерживать, а она, судя по всему, не может, ну, потому что у нее нет для этого ресурсов. Вы говорите, что она, когда вы болеете, когда вы болели, она тоже так очень негативно высказалась о вас. Вот. Значит, вам нужно именно принять то, что девочка не может вас поддерживать. Обратите на это внимание, пожалуйста. Дальше. Значит, мне бы хотелось, чтобы она оказывала поддержку. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Предположим, что девушка действительно оказывает вам поддержку. Как вы будете себя чувствовать после того, как вам оказали поддержку? Это важно. На самом, на самом деле. Потому что вы нуждаетесь в поддержке. Понимаете? Вы нуждаетесь в том, чтобы вас поддерживали. И это важно. Это важно. Важно. В чем проявляется нужда. Нуждаемость. Конкретно. По факту. Поэтому важно, брат, чувствовать, что для вас означает эта самая поддержка. Как меняется ваше ощущение от нее, от поддержки. Я имею в виду. Вот. Вас поддержали. Как вы себя чувствуете? Чувствуете себя более уверенно? Хорошо. А что мешало чувствовать себя более уверенно? Просто без поддержки. Случайно не ваш выбор, который вы делаете, ориентируясь не на себя, не на свои желания, а на что-то другое. Может быть, вам и поддержка нужна, потому что вы изначально сомневаетесь в том, что делаете. Я полагаю, что на этот вопрос ответы найдете только вы. Идем дальше. Значит, слышите наоборот. Как я играю с друзьями, как друг ее, которому она нравится, попал в больницу и она готова помочь. Ну, здесь есть на самом деле несколько вариантов причин такого поведения у девушки. Во-первых, во-первых, девушка может так делать по той причине, что ей не хватает от вас внимания. Ну, просто ей не хватает того, чтобы вы больше ей дорожили, больше проявляли себя по отношению к ней. Она не чувствует, что вы боитесь ее потерять. Иногда, иногда, девушки пользуются такими способами, вызывая ревность, целенаправленно вызывая ревность у мужчин, для того, чтобы те были более активны в отношениях с ними. Это, в общем-то, нередкая практика, когда девушка как-то вот таким образом себя ведет и таким образом пытается привлечь к себе внимание своего мужчины. Ну, потому что по-другому у нее не получается. Вот. Существует еще и другое, другое объяснение, другая причина. И заключается она в том, что вы сами отчасти приучили девушку к тому, что она может безнаказанно с вами себя вести. Ну, ну, вот, вот так, как она ведется. То есть вы сами приучили ее к тому, что она может легко говорить такие вещи, и ей ничего. Абсолютно не будет. За это. То есть она знает, что переживать нечего, вы все равно все примете, вы все равно все поймете и так далее. Это уже вопрос вашей самооценки. То есть вопрос ваших личных границ. Если вы свои личные границы смогли расставить так, что девушка с пониманием отнесется к тому, когда вы говорите ей нет, то хорошо. А если нет, если вы так не сделали, значит, возникают серьезные проблемы. Особенно, особенно, если вы с девочкой уже давно. Ну, если вы с ней встречаетесь уже продолжительное время. Такое. Ну, и то, что она описывает, это, соответственно, проявление вот того, что происходит. Сегодня высказал свое недовольство, что она не проявляет заботу, как мне хотелось. А она должна? То, когда, например, я болею, я слышу от нее 10 пунктов, какой я ужасный. Пусть так. Плохо. Это ужасно. Это действительно так. То есть, ну, действительно, вот с позиции девушки подобное поведение, да, является не очень хорошим. Здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Но. Но. Есть у этого и другой момент. Ведь если вы, опять же, приняли от девушки такое ее поведение и отношение к вам, то разве это не ваша ответственность? Девушка говорит, что девушка называет вам, называет, называет вам 10 пунктов, которые ей не нравятся. Ну, контекст и ваш. Вы это принимаете, а потом ставите ей вину. Наблюдается что-то вроде двойных стандартов. Вы либо, вы либо принимаете ее позицию по отношению к вам, либо нет. Если выбрали принимать позицию, то принимайте полностью. Без каких-то ограничений, без каких-то условий, без того, чтобы потом ей высказывать на эту тему. Если не принимаете ее позицию, то опять же, сделайте это прямо. Так и скажите, что я не принимаю того, что ты мне пытаешься донести. Я не принимаю этого, мне это неприятно, мне это как-то, ну, допустим, болезненно и все. Понимаете? Понимаете? И все. Больше вам ничего не нужно делать, по факту. То есть от вас требуется только вот это. принять человек, либо не принять. Все. А то, согласитесь, получается несколько странная история. Вы вроде как девочку любите, вы вроде как согласны такое ее отношение к себе терпеть, да? Но при этом вы предъявляете ей за вот это. Это странно. Я от нее услышал фразу, ты меня убил, это все так плохо, давай пойдем в разных направлениях, ты меня убил этой фразой. Она не любит слушать правду. Ну, это избегание. Избегание на языке психоанализа и узкользание на языке гесталтерапии. Гесталпсихология. Для девочки это способ решить конфликт, я полагаю. То есть в любом, в любой конфликтной ситуации девушка ведет себя так, что она сразу сгущает краски, нагнетает атмосферу, да? И предлагает разойтись. Лично я считаю, что это такая, знаете, вот, защитная реакция, которую в том числе можно назвать, ну, по моему мнению, можно назвать защитной, сексуализированной. Ну, вот, это разновидность такая, защитная реакция. Надо сказать, что, опять же, вы сами вряд ли это у девочки изменить. То здесь нужно именно мотив с ее стороны что-либо менять. Потребность с ее стороны что-либо, там, корректировать. А сами вы ее не поменяете. Здесь, конечно, можно предположить, что она пытается так с вами расстаться, но это, опять же, неизвестно. Вы говорите, она не любит слышать правду. И вновь, но вы же ее приняли с такой, не любящей говорить правду. Вы же приняли то, что она не любит слышать правду, точнее не говорить, а слышать правду. А теперь получается что, что вы отказываетесь ее принимать или что? Понимаете? Я начинаю нервничать в такой ситуации. Из-за чего? Появляется неуверенность в себе. В чем? Как избавиться от неуверенности? Вы знаете, у меня есть подозрение, что неуверенность у вас была еще до встречи с девушкой. И у меня есть подозрение, что неуверенность у вас была до того, что отсутствует фигура отца. Отсутствует модель мужского поведения. Корректировать нужно модель мужского поведения. И тогда уверенности будет больше. Для этого я рекомендую вам сейчас подумать о том, какой образец мужчины, образец мужского поведения, какую мужскую фигуру, мужской собирательный образ, вы считаете, ну, подходящим, подходящим себе, например. На какой, на какой мужской персонаж вы хотели бы быть похожим? Подумайте пока об этом. Потому что это важно. Дальше уже можно будет что-то делать. То есть, если я прав, если я прав, то помимо того, чего вы боитесь, и помимо постановки своих желаний, в зависимости от реакции на это другого человека, если я прав, и у вас еще есть отсутствие мужской фигуры, то именно с отсутствия мужской фигуры в вашей жизни, и нужно начинать работать, начинать повышать уверенность в себе. Даже если вас воспитывала только мама, то понятное дело, что здесь имеются специфические моменты. Как лучше себя вести? Нужно ли сейчас писать? Сейчас писать не нужно, а через пару дней можно извиниться за то, что вы сказали, ну, вот за свое недовольство нужно извиниться, сказать, что вы были не правы в том, что проявили его по отношению к девушкам. И все. Больше на самом деле извиняться не за что не нужно, потому что в остальном вы правы. Но будет куда эффективнее, если вы вот свое именно поведение будете выстраивать в неком таком отрыве от девушки. Тем более, что вы с ней не женаты, и тем более, что совместных планов у вас нет. Вы пишетесь, вам 30 лет. А до этого отношения были, как-то у вас они получались, выстраивались. По какой причине они завершались? Неуверенность проявляется сердцебиением. Нет, неуверенность это не сердцебиение. Серцебиение это всего лишь симптом. Думаю только об этом. Ни о чем другом думать не могу. Это навязчивые мысли. Навязчивые мысли это желание. Это определенный запрет. То есть, вы поставили себе запрет с девочкой расставаться. Вы боитесь с ней расставаться, потому что иначе вы не сможете реализовывать свои желания. Либо через девочку вы реализуете какие-то свои потребности, которые по-другому реализовать вы не можете. Либо через девочку вы сублимируете какие-то свои потребности, которые напрямую реализовать не можете. То есть, здесь нужно разбираться, что это за мысли, какие мысли, можете ли вы переключаться с них на что-то другое. Если не можете, то из-за чего не можете переключаться. Я предлагаю вам пока что, в момент, когда у вас появляются эти мысли, пробовать думать о чем-то другом. О чем-то приятном, о чем-то комфортном, интересном. Либо, например, ну, допустим, воспроизводить сексуальные фантазии, допустим. Просто думайте о сексе. Если получится, то хорошо. Если нет, значит, у вас есть определенный запрет на сексуальное поведение. С которым уже можно будет работать. Откуда он, кто его автор, как его снять. Хочется написать или позвонить девочке. Для чего? Вдруг меня бросят. Бывает, пробегает мысль. Здесь я вам хочу сказать два момента. Первый момент. Вдруг вас бросят. Именно вас бросят. Это перенос ответственности. По факту. То есть, эм... Не вас бросят. Вы выставляете себя жертвой в данном случае. Бросят не вас, а вы совершите действие, из-за которого вас бросат. То есть, вы сами, как бы, несете ответственность за то, что вас бросают. В известной степени вы сами бросаете девушку. Ну, потому что вы же знаете, наверное, ну, знали, наверное, что если человек что-то не любит, а вы делаете, ну, опять же, что-то не любит, а вы делаете, ну, опять же, что-то не любит. То это вызовет негативную, негативную реакцию. И, соответственно, вы прикладываете руку к тому, чтобы с девочкой расстаться. Сами. Сами. Это первое. Это первое. Это первое. Второе. Чем для вас так страшно то, что вас бросит? Почему вы так боитесь, что вас бросят? По какой причине вы этого боитесь? На самом деле, страх на выставку бросит, произникает либо из страха перед одиночеством, а это, соответственно, не принятие себя, а это, соответственно, запрет на то, чтобы быть собой. Проявляется в том, что вы не служите своих желаний, не служите своих потребностей, не служите вообще себя. А делайте только то, например, что нужно, по вашему мнению нужно. Как вот вы думаете, что нужно. Но, на самом деле, понятное дело, что вы действуете не в своих интересах и не от своего имени. То есть, вы не свободны. Вы не свободны. Это первый момент. И второй момент, который может вызвать страх того, что вас бросит, это момент такой, что девочка вам для чего-то нужна. То есть, у вас сверхмотивация с ней быть. Эту сверхмотивацию нужно раскрыть и, соответственно, увидеть, что за ней кроется, дабы снизить данную мотивацию, потому что никому, вам в том числе, не будет от неё. Ну, хорошо. От этого. От того, что имеется, имеется. Такая девочка мотивации там. Конечно, вы можете, в том числе, бояться, что вас бросят ещё и потому, что это означает, что вы хуже. Тогда. Тогда. Ну, то есть, в этом случае, вы можете думать, серьёзно думать о том, что если вас, например, бросат, это означает, что вы не мужчина, это означает, что вы вообще никто, никакой, ну, именно вот как человек, да, вы никакой, как мужчина вы никакой, ничего из себя не представляете. Ну и, естественно, боитесь подобных проявлений и потому боитесь, что вас бросят. Ну, здесь опять же, мужика не уверены в себе, а мужика не уверены в себе, это, как я уже говорил, из-за отсутствия модели мужского поведения. Так, дальше, мама у меня очень тёплые отношения, она всегда обо мне заботилась и продолжает проявлять заботу. Всегда. Ага, ну, я бы вам вот именно здесь порекомендовал бы посмотреть на ситуацию так. Как часто и много вы делаете по, скажем так, указке или по направлению, наставлению, может быть, своей мамы? Как часто вы делаете что-то, потому что знаете, что с точки зрения вашей мамы, так будет лучше? Как часто вы позволяете ей заботиться о себе, как часто вы позволяете ей делать что-то для себя? Как часто вы допускаете, ну, скажем так, её вмешательство в свою жизнь? Вот. Это, пожалуй, является первым важным моментом, точнее, вторым. Дальше, следующий пункт, который я хотел озвучить. Это пункт такой, что вы как-то экзистенциально, то есть с позиции мира ощущения, мировоззрения, воспринимаете безграничную любовь своей мамы. Несмотря на то, что от девушки вы вроде как не ждёте, того, что она будет относиться к вам так же, я всё же хотел бы, чтобы вы выработали своё отношение к безграничной любви. Считаете ли вы, например, что человек только тогда любит, когда любит ничего не требуя взамен? Что такое требовать что-то взамен? Ну, просто что это вот по своему, по своим представлениям, по моменту, да? Что представляет из себя требования чего-либо взамен? Как вы воспринимаете данный аспект? Именно данный аспект, как вам видится. Вот, это тоже очень важно, потому что от того, какие у вас представления о любви, зависит то, как вы себя, ну, собственно говоря, и позиционируете в этой самой любви. То есть, вот, от того, как вы любовь видите, от того, какого вы о ней, о любви, то есть мнения, вот, зависит то, как вы выстраиваете отношения. В частности, даже отношения с девушками. Но, конечно же, не только, не только с ними. Не идеализируйте, в общем, вы любовь. Не идеализируйте ли вы любовь? Вот так. Совместных планов на будущее прямо далеко не смотрим. С ней сложно. Она, по крайней мере, очень упёртая. Ещё не из ребёнка от первого брака во втором классе. Ну, здесь, пожалуй, опять же, понимаете, с ней сложно, с ней сложно, а это не совсем так. Вам сложно с ней. Но, если вам с ней сложно, возникает вопрос, а зачем вы с ней? Опять же, это вопрос принятия. И, я так полагаю, что во многом, это даже вопрос, скорее, именно, вашего принятия самого себя, а не её. Ну, и ваши отношения с ребёнком, и к её упёртости, ваш образ женского поведения, идеал женщины, насколько этот идеал женщины соответствует этой девушке. Вот эта вся цепочка нуждается в разборе, потому что вы выбрали девушку, а теперь вы говорите, что вот она такая, вот она, ну, вот она такая, она странная, она упёртая и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, ну, по меньшей мере, несколько странно звучит, потому что, ну, опять же, опять же, ну, вы же эту девочку выбрали. Вы выбрали эту девочку. Вас, вроде как, никто не заставлял с ней в отношениях быть. А теперь вы, как будто бы, знаете, тяготитесь сами от того, что вы выбрали, от того, кого вы выбрали. Я думаю, что здесь играют важные роли отношения к ребёнку, и от того, насколько вы можете дать своей женщине то, чего она хочет. 33-летняя женщина с ребёнком хочет, как правило, с одной стороны, не многого, но с другой стороны, достаточно важного. А именно, именно, она хочет спокойствия, она хочет, как бы это сказать, она хочет надёжности, надёжности. Она хочет определённости, она хочет понимания именно со стороны мужчины. Если вы ей этого по ряду причин не даёте, то вот отсюда её такое провоцирующее поведение, которое действительно манипулирует, но манипулирует не вами, а именно манипулирует тем, чтобы вы, чтобы вы проявили себя как мужчина. Вот чего хочет девочка. Ну, по моему мнению, конечно же. Дальше. Дальше вы пишете так. Вы знаете, я не могу сказать, что прям хочу, чтобы она любила, как моя мама. Я бы от своей девочки хотел уважения к себе и в приоритетах, чтобы был её ребёнок и потом молодой человек, а не друзья на первом месте. Ну, смотрите. Уважение к себе. Ну, и определённо уважает самого себя, я полагаю. То есть то, что вы хотите уважения к себе от девушки, это говорит о том, что вы сами себя недостаточно цените и недостаточно уважаете. Простите, я знаю, это может быть неприятно, но тем не менее. К сожалению, это так. То есть, по какой причине вы, грубо говоря, хотите уважения к себе от девочки. Да, вы имеете право хотеть этого, но поймите, что уважающий себя человек никогда не будет общаться с той, кто его не уважает, а раз вы общаетесь. Значит, вы пытаетесь добиться от неё, вероятно, уважения. Если вы пытаетесь добиться от неё уважения, значит, вам не хватает уважения от самого себя. Это первое. И второе. Вам нужно получить уважение именно от неё. То есть именно от девушки вам нужно получить уважение. Не от кого бы то ни было, а именно от неё. И вопрос у меня здесь на самом деле только такой. Почему именно от неё, да? Почему именно от неё уважение? И как вы себя чувствуете, если не получаете этого самого уважения? Ну, просто вот вы сами как себя чувствуете? Наверное, не очень. Далее, что касается приоритетов. То есть вот то, что вы говорите, что хотели бы, чтобы у неё в приоритетах было именно ребёнок и молодой человек, а не друзья, да? Здесь мне представляется ситуация так, что вы явно пересекаете её личные границы. То есть, возможно, у вас нет своих личных границ, поэтому вы пересекаете личные границы с девушкой. Потому что она сама, я полагаю, может решить, как ей расставлять приоритеты. Да, вам это может не нравиться, как она расставляет свои приоритеты, я согласен. Я даже больше скажу, может быть, может быть, никому бы не понравилось, как она расставляет приоритеты. Это тоже так. Но постарайтесь понять, что это её приоритет. Это не ваша, а её. И девушка сама решает и сама определяет, как ей их выстраивать. Ну, ну, приоритеты я имею в виду. И вам, вам не нужно говорить ей, как это делать. Не нужно. Потому что, ещё раз повторю, этим вы её, ну, скажем так, вы её притесняете. Что не является чем-то хорошим, чем-то правильным. А самое главное, наверное, уважительным по отношению к девочке. То есть вы, высказывая своё мнение относительно её приоритетов, проявляете неуважение к ней. Соответственно, проявляя неуважение к ней, вы не можете рассчитывать на уважение с её стороны. Ещё раз. Вы говорите, что мне бы хотелось, чтобы у неё были такие приоритеты. Вам бы хотелось для чего? Вот, лично вам, для чего бы этого хотелось? Какое желание стоит за данными, ну, скажем так, претензиями? Вот. Подумайте об этом. В целом, я бы рекомендовал вам подумать над этими вопросами, которые я задал. И, в первую очередь, рассмотреть именно своё личное пространство. То есть, рассмотреть, как бы, то, что принадлежит лично вам. То есть, что вы делаете? Что вам нравится из того, что вы делаете? Что вас устраивает из того, что вы делаете? По какой причине вас не устраивает? Ну, что-то из того, что вы делаете. То есть, вот на этих моментах сконцентрируйтесь. А дальше уже идите по тем цепочкам, тем моделям, которые я дал. Но, сперва, я полагаю, нужно обращать внимание именно на это, на вот эти аспекты. И только, только потом, только потом уже работать над всем остальным. Не будете вы более уверенным в себе по отношению к девушке до тех пор, пока будут проблемы, которые мешают вам себя чувствовать так. Чувствовать себя уверенно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!